всем привет вы на канале дистиллят тв и сегодня в рубрике дегустация и к ввк с двумя представителями давайте нальем продолжим разговор мой традиционный и качари либо качери по правую сторону а по левую сторону увидят эти белые пузырьки и я немножко расскажу до часто у меня спрашивают как твое здоровье ведь ты дегустируешь очень много дичи которая поживает печенка так вот скажу я очень частенько бываю на приеме у эндокринолога ну там своих куча проблем хватает поэтому какие-то препараты я все время употребляю хронический холецистит если кто не понял о чем я говорю и попав на прием к хорошему специалисту в ростове-на-дону он мне порекомендовал биологические добавки это омега-3 ну это в принципе всем людям нужно лицетин непосредственно для печени и капельки цепросепта он в аптеках называется ну а это аналог цепросепта вытяжка из грейфруктовых зерен что-то такое вроде так вот пойдя в аптеку я приобрел кучу этих препаратов норвесол лицетин там какой-то был и цепросепт данный у меня там вышла какая-то серьезная сумма и мне хватило буквально этих препаратов ну на месяц по моему примерно что-то такое я начал интересоваться где еще что можно взять и мне кум посоветовал зайди на и хер посмотри в них очень много всяких аналогов и более высокого качества но это с его слов да и вот первое что я приобрел это омега-3 с витамином d я уже употребляю этот омегу это 5 месяцев или 6 и улучшение заметные данного если кто не знает для чего омега-3 нужно это жиры которые выводят холестерин из крови но я не врач ну примерно такое что то в общем полезное для организма стоит эта баночка по моему 2 200 на и хербе но ее хватает на очень долго и лицетин который стоит рублей 800 баночка это вот подсолнечника лицетин его тоже хватает на продолжительный курс ну а цепросепта ну аналога цепросепта от этого препарата он как-то gse называется наверно так его хватает вообще на очень долгое он это только первый пузырек который мы пьем то есть уже четыре месяца точно есть у нас наличие 5 до на 5 даже месяцев и по итогу что получается вот это и вот три пузырька стоит четыре с половиной тысячи рублей и дорого дорого да дорого и жалко было денег отдавать но какая логика победила я покупаю коньяк на ире который стоит около 4000 я покупаю виски который глинфиде около пяти стоит и по сути я покупаю яд травлю свой организм хоть и и вкусно травлю свой организм а тут мне эту сумму жалко для того чтобы поддержать свое здоровье и эта логика победила да как я уже говорил и в итоге я вот и препараты улучшения да я могу сказать точно что они заметны заметны в плане том что бочина перестала правая дискомфорт какой-то не исчез плюс ногти как у орла стали нож как у тигра даже не знаю но очень такие четкие ногти не заусенцев никакой канители другой нету вот такая вот штука это я точно заметил волосы вот к сожалению почему-то не хотят расти но видимо это семейное облысение него не убежишь но и ципросепт который считается природным антибиотиком он но действительно вроде как не позволяет вирусным заболеванием нас атаковать тем более в это время и решил поделиться с вами да я снизу под видео оставлю ссылочку вы сами решите стоит вам покупать эти препараты или нет что бы хотелось сказать ни в коем случае не становитесь шопоголиками не скупайте на яхерби все подряд потому что там постоянные какие-то предложения контролируйте себя потому что когда я первый раз туда зашел я действительно там выберу набрал витаминов каких-то добавок еще дополнительных но это неоправданно поэтому внимательно заказывайте то что вам только надо ведь я не хочу вас заразить шопоголизмом если можно это так назвать заразить я вас хочу только культурой употребления алкоголя и умением выбора этого алкоголя да и пройдя по ссылке вы получите пятипроцентную скидку на покупку этих препаратов доставка бесплатная начиная от трех тысяч заказов и так все коньяку возвращаемся кто помнит был стрим вот здесь вот всплывет мы пробовали эти коньяки а этих коньяках я остался ну такого мнения ни то ни сё но вроде не отрава полнейшая но и не фонтан давайте начнем с ноя традиционного это тройка трехлетка до которая должна по идее быть очень яркой потому что это молодые спирты в аромате не такой дубильной и показать весь потенциал коньячных спиртов аромат еле уловимый цветочная тема присутствует и ваниль бочковая бочковая ваниль интересное выражение давайте по аромату до сразу сказать ну такой аромат нормальный нормальный на четверку можно его ценить даже какие-то ножки имеются давайте попробуем ваше здоровье не ну понятно он он дерзкий до молодые спирты все это понятно сразу скажу это не дно это точно он выигрывает точно у шустого это бесспорно даже есть виноградные нотки винный вкус небольшой но до тройки допустим а тарарата ему далеко давайте второй глоточек сделаем вы знаете вот второй глоток намного мягче пошел и понимаешь что но этот коньяк вот он уже входит в ту категорию когда приятно его выпить приятно его закусить вот этот я коньяк могу допустить допустим к столу допустить допустим к столу очень хорошо опять сказал потому что это ну питей на в принципе питей на никаких ожиданий не должно быть повышенных к этому коньяку это такой вот шашлычный коньяк который можно употреблять с едой я не могу на него сильно ругаться но я второй бы раз его уже не купил слабый для ноев если говорить о арарате тройки да ты спирты чувствуешь там что у них хороший хороший потенциал мощный здесь этого не ощущается и мне кажется при выдержке он может померкнет ну может я и ошибаюсь давайте допьем его во вкусе виноград есть вернее не виноград а вино винные нотки присутствуют то есть нету никаких подозрений что это какой-то ненатуральный продукт но очень-очень уж блеклый вот его наверное самая большая проблема давайте переходить качари или качари ну вы поправить если что меня это уже пятилетка это уже пять лет это вроде бы и возраст серьезный и одна и та же фирма давайте отведаем аромат насколько у него хорош здесь хочется услышать аромат и ты нос пытаешься все дальше просунуть бокал а кроме аромата дубовой доски ничего не слышно это вот наверно дно ближе ко дну этот коньяк намного ближе ко дну по крайней мере обитатель дна аромат на фоне но и традиционного очень сильно уступает во не слышно виноградная снова слышно только вот ваниль дуб даже больше дуба и карамель все давайте сделаем первый глоток может не так все плохо как мне кажется это одно дно да это дно это дно можно бы конечно бы и устроить антирейтинг какой-то с шустовым сравнить мне кажется даже шустав он более мягкий по органолептики они убогие что тот что другой боги и убоги и оба убоги я вот сижу и думаю стоит ли мне сейчас сделать второй глоток или или сделать вернее стоит наверно сделать глоток и сразу лицетина всю банку выпить чтобы печень ни в коем случае не пострадала ну давайте ради своих подписчиков и это сделаю опять ароматику еще разов это блеклость это сама блеклость вот напомню да вот эти бокалы они максимально нейтрализуют спиртуозностью напитка и за счет этого ты более четко слышишь ароматы но это конечно караул караул притом на стриме у меня насколько я помню не было такого отвращения к нему здесь вот вообще конечно давайте тоже слов не могу подобрать давайте еще один глоток ваше здоровье но как вопрос возникает почему один и тот же производитель делает тройка она традиционно не хватает там с небес звезды но она просто настолько выглядит круче на фоне качари или качари не 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 однозначно не рекомендую этот коньяк пойдет на перегонку напомню оба продукта покупали с красным и белым цены вот здесь вот сплывут снизу я покажу потому что сейчас не помню но это 025 бутылочка вот этот вот я продукт точно не рекомендую брать этот по очень очень хорошие скидки когда вам какое-то день рождения застолья вот либо выезд на шашлыки посидеть где-то да вот это можно пить это качари нет больше даже пробовать не буду мне писали в комментариях семерку возьми попробую не хочу не хочу я не вижу смысла если пятерка такая отвратительная что за два года с этими спиртами может произойти ничего не изменится по факту может древесины больше станет только не потанцевала мне вообще никакого нету на этом я думаю можно заканчивать ставьте лайки либо дизлайки главное не оставайтесь равнодушными и самое главное не забывайте пейте напитки только качественными только в меру на этом я с вами прощаюсь до новых встреч пока